4 августа 2002 года две десятилетние девочки Холли и Джессика бесследно исчезают. Их исчезновение крайне не свойственно для них. Ранее они не пропадали. Они очень уравновешенные, умные девочки. Это воскресенье. Родители Холли пригласили в гости своих близких друзей, а потому никто не замечает, что две лучшие подруги пропали. Весь город чувствует себя каким-то образом надломленным исчезновением Джессики и Холли. И лишь спустя пару часов взрослые понимают, что девочек в доме больше нет. Они немедленно бросаются на поиски. Несколько позже обращаются и в полицию. На помощь также приходит все местное сообщество и даже военные. В течение нескольких часов после их исчезновения к поискам Холли и Джессики присоединились полицейские из трех округов и сотни местных жителей. Я думаю, это чувство, что нельзя оставаться дома. Нужно выйти, помочь, сделать что-то. Детективы сперва решают, что это просто детский розыгрыш. Так как единственная известная им информация – это то, что в 18.10 Холли и Джессика идут в детскую комнату на втором этаже. И на этом все. Буквально все. С самого начала мы думали, что это мог быть розыгрыш. Без реальных улик и местонахождений детей и их состоянии поиск в таких обширных болотистых областях сложный. Эта поистине загадочная история будет раскрыта благодаря череде случайностей и эдакой миссис Шерлок Холмс нашего времени, которая найдет улики там, где обычный следователь не заметит ровным счетом ничего. Мы их очень любим. Мы просто хотим, чтобы они вернулись домой. Любой, у кого есть дети, должен понимать, через что мы проходим. Воскресенье. 4 августа 2002 года десятилетние Холли Уэллс и Джессика Чепмен наслаждаются барбекю в доме семьи Уэллс. Последний месяц лета, выходной, родители Холли пригласили в гости своих близких друзей, чтобы вместе отдохнуть и здорово провести время. Джессика пришла сюда еще в полдень. Очень уж ей не терпелось вручить Холли небольшой, но очень символический подарок, привезенный ею из семейной поездки в Испанию. Там она купила милую цепочку, на которой висела подвеска с надписью «Лав». В 17.04 мама Холли Уэллс делает их совместное фото в одинаковых футболках с символикой клуба Манчестер Юнайтед на память об этом чудесном дне. В 18.10 девочки идут в комнату Холли на втором этаже. Примерно в 20.00 миссис Уэллс поднимается наверх, чтобы позвать дочь и ее подружку. Гости уже уходят, время выйти и попрощаться с ними. Но детей нет. А беспокойная женщина осматривает дом, собственный двор, близлежащую улицу и, так и не найдя Холли и Джессику, звонит Чепмена, предполагая, что они могут находиться у них. Увы, родители второй девочки уже и сами волнуются, ведь в их семье действуют правила. В 20.30 ребенок должен быть дома. Уэллсы, их гости, родители Джессики Чепмена – все направляются на поиски детей, в надежде, что те просто где-то гуляют поблизости и потеряли счет времени. Однако, спустя почти час, результата нет. В 21.55 они звонят в службу спасения и сообщают об исчезновении подруг. В течение нескольких часов после их исчезновения к поискам Холли и Джессики присоединились полицейские из трех округов и сотни местных жителей. Сотни полицейских выходят на улицы и следуют от дома к дому, проверяя, нет ли там девочек. Так местные жители узнают о произошедшем и просто обуваются и идут искать их вместе со всеми. Здесь почти все знают друг друга, а потому известие об исчезновении Холли и Джессики – это не просто какое-то абстрактное плохое событие. Сложно остаться равнодушным, когда ты лично знаком с этими детьми. Их исчезновение крайне несвойственно для них. Ранее они не пропадали. Они очень уравновешенные, умные девочки. Насколько нам известно, они не взяли с собой сменную одежду и деньги, так что, как мы говорим, это совсем не похоже на них. И известно, что у Джессики есть мобильный телефон. И хотя он выключен, детективы первым делом пытаются отследить его сигнал. В последний раз аппарат был в сети в 1846. Где он находится в данный момент, определить не удается. Но по предварительным данным от оператора, на момент отключения устройство фиксировалось уже за пределами территории Уэллсов. То есть, скорее всего, девочки ушли из дома вскоре после ужина. Для поисков и расследования крайне важно восстановить хронологию событий. Поэтому детективы рады любой информации. Внезапно некий молодой человек по имени Иэн Хантли сам звонит в полицию и говорит, что видел Холли и Джессику примерно в 18.15. Мужчина работает дворником-смотрителем в их начальной школе и живет в выделенном его семье доме поблизости. По словам Хантли, он гулял со своей собакой и уже собирался возвращаться. Но пес выглядел крайне неопрятно, и он задержался на крыльце, чтобы вычесать его. Девочки шли мимо и, заметив мужчину, решили подойти. Иэн не знал их, но его невеста Максим Карр в прошлом году занимала должность ассистента учителя именно в классе Уэллс и Чепмен в том же учебном заведении, где работал ее жених. В этом году она работу не получила и детей это очень огорчило, особенно Холли, в связи с чем они и захотели поинтересоваться, как дела у мисс Карр. Диэн ответил, что не очень, ведь Максим действительно огорчена потерей этого места. Холли Уэллс попросила передать ей, что им очень жаль, что так вышло. После этого подруги пошли по тропинке в сторону библиотеки. Куда они направились дальше, Хантли, к сожалению, не знает, ведь ушел домой со своей собакой. Таким образом, полиции становится известно о том, что Уэллс и Чепмен ушли из дома практически сразу, как покинули общий стол после ужина. Однако, на этом пока все. Ночные поиски ни к чему не привели. Утром уставших офицеров сменяют их коллеги. Обычные граждане продолжают пребывать отовсюду. А правоохранители готовят пресс-конференции с участием родителей пропавших девочек. Джессика всегда звонит домой. Даже если они идут в магазин за сладостями, она всегда сначала спрашивает разрешения. Я не позволяю ей гулять одной. Я их так люблю. Я просто хочу, чтобы они знали. Любой, у кого есть дети, должен понимать, через что мы проходим. Несмотря на искреннее беспокойство, родители Холли и Джессики становятся первыми, кого детективы начинают проверять. И если человек исчезает, очень часто виновным оказывается кто-то из семьи. Особенно, если речь идет о детях. Посему дома семей Уэллс и Чепмин тщательно обыскивают на предмет наличия следов преступления. Но ничего в них не находят. В этот вечер добровольцы начали собираться на улице. Поскольку только от полиции в поисковой группе работает порядка 400 человек, и количество граждан, которые приходят на помощь, только увеличивается, местный департамент размещает свою штаб-квартиру в школе Холли и Джессики для координации и более эффективного взаимодействия этого поистине безумного числа людей. Здесь же проводят первое собрание, после которого прессе удается поговорить с Иэном Хантли, тем самым парнем, который видел девочек последними. Ну, эта тема поднималась ранее по телевидению. Они уже просили нас об этом ранее. Но сейчас они просят просто подумать о своих соседях, кто находится слева от вас, кто справа, и подумать о каком-либо их странном поведении или что-то в этом роде. И я думаю, это очень хорошая идея. Но есть пределы, которые нельзя пересекать, дабы не быть навязчивым. Очень расстраивает осознание того, что среди нас есть люди с такими наклонностями. И мы не знаем, кто они. Шансы найти Холли и Джессику живыми детектива на данном этапе считают все еще высокими. Иэн Хантли дал им понимание того, где он видел девочек в последний раз. Совсем недалеко оттуда есть поле. Чуть дальше уже несколько болотистая и лесистая местность, где дети могли запросто заблудиться, если им вдруг вздумалось туда прогуляться. А учитывая, что телефон отключился спустя всего лишь 30 минут после этого, вряд ли они могли уйти слишком далеко от дома, где живет Хантли. Возможно, аппарат упал в какой-то ручей или разрядился, а дорогу назад подруги сами найти без помощи не смогли. Кроме того, детективы выясняют, что Холли и Джессика успели побывать в магазинчике в спортивном центре и купить там сладости. То есть, миссис Уэллс, вероятно, ошиблась, указав, что в 18.10 они пошли в комнату ее дочери. Скорее всего, это произошло несколько раньше, иначе они бы просто не успели пройти от дома до спортцентра и встретиться с Иэном Хантли в 18.15. В любом случае, после покупки вкусняшек, они явно двигались по маршруту обратному от дороги к месту, где жила Холли. Поэтому версия о том, что подруги просто пошли гулять и заблудились, кажется отнюдь не безнадежной. Кто-то обязательно должен был увидеть или услышать что-то. Если бы кто-то пытался заставить девочек сесть в машину, если бы это был просто проезжающий мимо человек. Поисковая группа сосредотачивает свои усилия на более ограниченной территории вокруг школы и той точки, где Холли и Джессику видели в последний раз. Много полицейских, обычных людей. К делу подключают и военных, потому что даже теперь местность, которую нужно осмотреть детально, очень большая. Поиски Холли и Джессики были расширены на поля вблизи их начальной школы. Без реальных улик и местонахождений детей и их состояния, поиск в таких обширных болотистых областях сложный. Поэтому друзья родителей Холли выбрали район рядом с дорогой 810 Кембридж, где девочек в последний раз видели утром накануне. Это чувство беспомощности. Но пока есть что искать, мы никогда не теряем надежду. Но последняя ночь была, вероятно, худшей. Мы с друзьями и семьей искали их в Канаве. Я думаю, это чувство, что нельзя оставаться дома, нужно выйти, помочь, сделать что-то. СМИ в напряжении. От них требуют новостей. Между тем, поиски не приносят должного результата. И все это начинает выглядеть крайне мрачно. Это уже не просто дело пропавших без вести. Это больше похоже на уголовное расследование. Так продолжается больше недели. И кажется, что они просто исчезли с лица земли. Ни девочек не нашли, ни их тел. А ведь спустя столько дней поисковики морально готовы найти что угодно. Они понимают, что времени прошло слишком много. Ни следа. Друзья и семья искали в Канавах, в реках. Искали мелкие могилы наших детей. С самого начала мы думали, что это мог быть розыгниж. Затем мы подумали, что это мог быть несчастный случай. Но теперь мы с грустью должны рассмотреть возможность похищения. С каждым днем, с каждым часом наши опасения за безопасность Холи и Джессики возрастают. На несколько дней в информационном пространстве воцаряется тишина. Полиции просто нечего сообщить. Многочисленные наводки на подозрительных людей, похожих детей не дали следствию ничего, несмотря на то, что они даже сделали реконструкцию известных детективам событий того вечера. Две девочки-актрисы проследовали по последнему известному пути Холи Уэллс и Джессики Чепнен. 15 августа, через 11 дней после того, как девочки пропали, Джереми Томпсон, ведущий репортер новостей Сканьюз, решает вернуться в исходную точку и пройти по предполагаемому пути девочек. Логично, он захотел побеседовать с последним человеком, который видел Холи и Джессику, с дворником и смотрителем школы Иэном Хантли. На часах 18.15. Хронология той воскресной ночи, 4 августа, помещает девочек сюда, прямо на четвертый квартал Виллич Колледж, местного образовательного центра. Мы знаем, что они посетили спортивный центр, расположенный прямо через дорогу, несколько минут назад, чтобы купить сладости, и продолжили идти по очень знакомой местности. Их начальная школа, Сент-Эндрюс, прямо за Виллич Колледж. Как мы знаем, что они были здесь в 18.15? У нас есть свидетель. Иэн Хантли здесь всем известная фигура. Добрый вечер, Иэн. Вы смотритель школы. Девочки, Джессика и Холи знают вас, и они видели вас на переднем крыльце. Что произошло? Ну, я не знаю девочек. Я стоял на переднем крыльце и вычесывал собаку. Она убежала и вернулась очень неопрятно. Они просто подошли и спросили, как дела у Карр, так как она когда-то учила их в Сент-Эндрюс. И я сказал, что не очень хорошо, так как у нее не было работы. Они просто сказали, пожалуйста, скажите ей, что нам очень жаль. И после этого пошли в сторону библиотеки. Джереми Томпсон надеется выяснить что-то новое про тот день. Или, по крайней мере, сделать все возможное, чтобы о девочках не забывали. В каком-то смысле он использует свою власть в новостной программе, дабы после нескольких дней информационного затишья история Холи и Джессики вновь прозвучала на телевидении. И, как выяснилось, вы, возможно, были последним человеком, который на самом деле разговаривал с ними перед их исчезновением. Да, похоже на то. И это загадка? Абсолютно, да. Я говорю с множеством людей, что они говорят. Пока нет новостей, все еще есть искра надежды, и на этом мы все и держимся. И в то воскресенье вечером не было ничего, чтобы дало вам хоть намек на подозрение, что что-то не так? Нет, абсолютно ничего. Какими они вам показались? Они сказались вполне нормальными и веселыми. Я не заметил ничего необычного. Никто не болтался рядом. Они выглядели как обычные счастливые дети. Живыми и здоровыми? Да, абсолютно. Это не единственное интервью Хантли. Многие журналисты следуют примеру Джереми Томпсона и обращаться к мужчине за комментарием. Не помогает тот факт, что я был одним из последних, кто с ними говорил, если не последним, кто с ними говорил. Я продолжаю вспоминать этот разговор и думать, что, возможно, что-то могло быть сказано по-другому. Возможно, их можно было удержать здесь подольше. Может быть, тогда бы все сложилось иначе. Конечно, на тот момент это был просто обычный разговор с двумя девочками, которых вы знали. Вот именно. Я их даже не знал. Максим Карр, невеста Иэна Хантли, также соглашается поговорить с Джереми Томпсоном. В течение года она работала ассистентом учителя в классе Холли Уэллс и Джессики Чепмен, о чем я уже упоминал раньше. А потому ее просят рассказать о девочках больше, а также о том, какие у них сложились отношения. Они были настолько веселыми, замечательными и добрыми ко всем. Они никогда не говорили плохого слова о ком-либо и очень любили свои семьи. Вот почему никто не верит, что они могли бы убежать. Это то, что я, наверное, буду хранить до конца своей жизни. Это то, что Холли дала мне в последний день учебного года. Она была очень расстроена. Она была просто замечательной. Действительно замечательной. Этот разговор идет в прямом эфире. Джереми Томпсон сосредоточен на своих вопросах и не замечает одной странной детали. Однако, едва интервью заканчивается, Максим и Карр благодарят, она уходят, к Томпсону подходит один из его продюсеров, и на нем лица нет. Мужчина говорит, просто произведи запись снова. Я уверен, что она говорила о девочках в прошедшем времени. Они были очень близки со всей своей семьей. И именно такой девочкой она и была. Это что-то, что я, вероятно, сохраню на всю жизнь. Это то, что Холли дала мне в последний день учебы. Она была очень расстроена, потому что я не получила свою работу. И она просто дала мне это. Споимый для особенного ассистента учителя внутри. В которой говорится о том, как она будет скучать по мне. И о том, как мы увидимся в будущем. Знаете, на этом фоне тот факт, что Хантли, жених Максина, видел девочек последним, обретает совсем другие краски. То, что я был одним из последних, кто с ними говорил, не помогает. Томпсон и его продюсер даже не успевают обратиться в полицию по поводу своих подозрений. Их сюжет уже вовсю крутят по всем телеканалам и разбирают на цитаты печатные СМИ. Так что детективы, задействованные в расследовании, наслышаны о странном рассказе Максин Карр. И да, они также считают, что с этой парочкой стоит поговорить в участке. Буквально несколько минут назад 28-летний мужчина и 25-летняя женщина из Сохома были опрошены полицией и согласились дать показания. Пока в качестве свидетелей, потому что никаких причин, кроме интуитивной реакции на разговоры Максин о девочках в прошедшем времени и того факта, что ее бойфренд видел их последними, у копов для подозрений нет. Это может оказаться обычным совпадением. Вполне возможно, что Карр говорила так лишь потому, что, как и все вокруг, понимают, что шансы найти Холли и Джессику живыми после стольких дней просто ничтожны. Хотя, конечно, пока не найдены тела, надежда жива. И Энн держится очень спокойно. Кажется, ему не о чем волноваться. В каком направлении девочки действительно пошли? Они отправились влево от меня. Что, если они остались на тропе, привело бы их в сторону библиотеки. Иэн, был ли случай, когда ты контактировал, физически контактировал с девочками? Физически контактировал? Нет. Окей. Максин также производит впечатление довольно приятной особы. Правда, волнуется в связи с происходящим явно больше, чем Энн. И нервно шутит, отвечая на некоторые вопросы. Но это нормально. Не каждый день людям приходится свидетельствовать в полицейском участке. Было примерно четверть пятого, когда он взял собаку и вышел из дома. Это то, что он обычно делает после ужина в воскресенье? Он так делает, когда я хочу, чтобы он ушел с дороги. Я хотела заняться срочными делами, работой по дому и всем остальным. Карр утверждает, что была дома с Хантли в день исчезновения Холли и Джессики. Она не видела и не слышала их разговора, но подтверждает, что вскоре после 18.15, то есть после его случайной встречи с детьми, Хантли вошел домой с собакой и передал ей послание Холли Уэллс. Таким образом, Иэн Хантли имеет алиби. На данном этапе пару отпускают домой. Обвинить их просто не в чем. Джереми Томпсон не в силах удержаться от звонка Максим Карр после таких новостей. Он связывается с ней, и девушка говорит, что все в порядке. Мол, с журналистами они больше беседовать не хотят, но в остальном все хорошо. Их допрашивали как свидетели, и они с Эном надеются, что их показания помогут следствию. В какой-то момент трубку выхватывает Хантли. Он явно раздражен, потому что быстро проговаривает что-то вроде «все в порядке, спасибо, у нас все хорошо, не надо нам звонить» и обрывает связь. Томпсону это показалось подозрительным, ведь ранее мужчина охотно контактировал с прессой и очень терпеливо отвечал на все вопросы. Размышлять о данной ситуации долго Джереми не пришлось, ведь очень скоро все СМИ начинают буквально вихрем разносить неожиданную новость. В последние несколько часов были арестованы 28-летний мужчина и 25-летняя женщина. Они были доставлены в разные полицейские участки в Кембридж-шире, где будут допрошены. Как выяснилось, после первого допроса пару доставили вовсе не в их служебное жилье, а в домик в соседней деревне. Правоохранители сделали это в целях безопасности Иэна и Максим, опасаясь, что после новостей об их вызове в участок кто-то из граждан или родные Холли и Джессики сделают поспешные выводы и решат учинить самосуд над невиновными людьми. Однако в тот же день детективы получают информацию от своих коллег из Гримсби. Местные жители массово обращаются к ним после серии телевизионных интервью Иэна и Максим, в одном из которых девушка говорила о том, что была в тот день вместе с Хантли в Сохами. Но она находилась в Гримсби, городке, где они с бойфрендом жили несколько лет назад и где по сей день проживают мать и другие родственники девушки. Карр неоднократно видели на улице с 4-го вплоть до 6-го августа одну или с кем-то из родных. Более того, соседка матери женщины наблюдала, как Иэн Хантли забирал свою подругу домой с 6-го августа. Он задумчиво стоял у машины и смотрел в открытый багажник, пока не заметил, что за ним наблюдали. Тогда он резко закрыл его и направился к водительскому месту. Поскольку Иэн Хантли и Максим Карр в данный момент находятся в другой деревне в целях их безопасности, ничто не мешает полицейским немедленно запросить ордера на обыск их дома и рабочего места Хантли в школе и сразу направиться туда. С 17 августа следователи получают первые вещественные доказательства причастности Иэна к исчезновению девочек. В мусорных контейнерах в котельной учебного заведения, где работал мужчина, находят полусожженные две красные футболки, спортивные штаны, обувь и нижнее белье. Судебный эксперт довольно быстро идентифицирует одежду, как принадлежащую Холли и Джессике. Также во время осмотра предметов из мусорного контейнера он нашел 5 человеческих волос, которые принадлежали самому Хантли, как показала экспертиза. Учитывая характер других отходов в этой местности, никаким иным образом, кроме как с одеждой девочек, они попасть туда в таком количестве просто не могли. Конечно, это сложно доказать, поскольку речь идет о рабочем месте Иэна. Но кто сказал, что настолько простые логические умозаключения, теперь следует игнорировать. Но главное, в футболке девочек не сгорели, как того желал злоумышленник. Сама ткань не из числа легко воспламеняющихся, плюс можно предположить, что она была влажной в момент попытки сожжения. Именно высокая степень сохранности одежды позволяет экспертам провести более детальный анализ и найти на них элементы волокон одежды Иэна Хантли и образцы его ДНК. Дело в том, что злоумышленнику вовсе не обязательно оставлять кровь, другие жидкости или волосы, чтобы криминалисты поймали его. Мы оставляем следы друг на друге всякий раз, когда контактируем тем или иным образом. Например, когда обнимаемся, жмем руки, соприкасаемся плечом к плечу в транспорте с другим человеком и так далее. В тот же день, 17 августа, пару берут под стражу. Мужчину по подозрению в похищении и, возможно, причастности к гибели девочек, а Максим Карен за вероятное соучастие и однозначное лжесвидетельство. Местное сообщество в ужасе. За время поисков Иэн Хантли стал своего рода представителем всех жителей Сохома в прессе. Ему доверяли, его уважали за такую добросердечность и готовность искать детей, не покладая рук. Вчера вечером здесь, очевидно, проходило собрание. Как вы думаете, как общество справляется со всем этим? В целом, я думаю, они справляются неплохо. Общее мнение таково. Пока нет новостей, есть проблеск надежды. И я бы с этим согласился. В полицейском участке, будучи уже под арестом и ожидая выдвижения обвинений, Иэн Хантли теряет прежнюю уверенность. Сегодня вечером полиции было предоставлено больше времени для опроса людей, которых они подозревают в убийстве девочек. Назовите, пожалуйста, ваше полное имя и адрес. Иэн Кевин Хантли. Колледж Клоуз. Сохом. Его голос дрожит, руки и ноги трясутся. Следователям кажется, что парень впал в такое состояние из-за осознания того, что он попался. Ведь вопрос о том, причастен он к преступлению или нет, уже по сути не стоит. Улик, связывающих его с девочками, достаточно. Никто не задается вопросом, кто виноват. Остается докопаться до всей правды и найти детей, где бы и в каком состоянии они ни были. Допрос Карр проходит куда легче. От испуга она почти сразу признает, что солгала детективам, потому что верила в невиновность своего жениха и таким образом решила его подстраховать, дабы он точно не оказался за решеткой. А вот Хантли, похоже, парень и правда сумасшедший или отчаянно пытается казаться таким. При дальнейших беседах он становится все более эмоционально отстраненным, а в самые сложные моменты начинает нервно дрожать и даже пускать слюну. Верят ли следователи, что он нездоров? Если честно, не очень. Невменяемый человек просто не ведает, что творит, а обыск жилища пары показал, что Энн предполагал возможность своего ареста и настолько тщательно убрал свой дом, что эксперты не смогли в нем найти ни малейшего следа девочек. Хотя логично предположить, что он заманил их внутрь, что-то сделал и увез в неизвестном направлении без сознания или мертвыми. Ведь, напомню, никто из соседей Хантли и сотрудников близлежащих зданий не слышал ни криков, ни звуков борьбы. Вообще ничего. Детективы не врачи, а потому, наблюдая настолько удручающую тенденцию в изменении поведения Иэна Хантли, они переводят подозреваемого в психиатрическую больницу для обследования и установления истины о состоянии его ментального здоровья. Пока медики делают свою работу, следственная группа собирается на совещание с судмедэкспертами со всего графства, чтобы обсудить, где и как школьный смотритель мог теоретически спрятать Холли и Джессику. Посреди собрания в комнату входит офицер. Простите, я вынужден перервать вас. Мне жаль, но в Брэндоне нашли два тела. Местный егерь нашел. Я думаю, я думаю, что события опередили то, что я хотел сказать. Несколькими днями ранее егерь, о котором говорит офицер, уже был в этом районе и заметил, что в воздухе появился какой-то крайне неприятный запах. Оказавшись здесь снова, он понимает, что теперь тут просто стоит характерная вонь и начинает обследовать местность. Очень быстро мужчина находит ее источник. В Канаве у военной базы в Миддл-Холле графства Саффолк, недалеко от загона для фазанов, лежат сожженные человеческие останки. С большим сожалению, сообщаю вам следующую новость. Возможно, нам потребуется несколько дней, прежде чем мы сможем с уверенностью идентифицировать два тела, найденных близ Лейкенхитта, Саффолки вчера днем. Однако, на сегодняшний вечер мы уверены, насколько это возможно, что это тела Холли и Джессики. Это было то известие, которого боялась вся нация. Обнаружение двух тел членам общественности в обеденное время в густом лесу рядом с авиавазой Лейкенхитт. Из вечернего тумана, который окутал удаленный уголок леса в Саффолке, были вынесены тела Холли и Джессики. Рядом с останками нашли часть кармана спортивных штанов, которые носила одна из девочек, фрагмент маленького пластикового логотипа от них же, а также цепочку с подвеской, которую Джессика подарила Холли. Это изолированное место находится примерно в 16 километрах от той точки, где исчезли две девочки. И в данный момент пресс-службы со всего мира, освещающие расследование, держатся на расстоянии. 21 августа судмедэксперты официально подтверждают, что найденные тела это погибшая Холли Уэллс и Джессика Читнен. Спустя всего два дня Манчестер Юнайтед во главе с Дэвидом Бэкхэмом играет матч против Челси. Свой гол легендарный футболист посвящает девочкам. На их футболках было его имя. Целый стадион затихает во время минуты молчания в память о них. Мало найти места, где спрятаны тела. Важно доказать, что Хантли был здесь и связать его с данной локацией. А это проблематично. Почва здесь специфическая, так называемые пески Брэкленд. Когда она мокрая, то становится очень мягкой и вязкой. Поэтому местные фермеры используют измельченные ракушки и укладывают их вдоль дороги, дабы улучшить ее проходимость в непогоду. Девочек нашли в канаве именно там, где заканчивался участок проезжей части, усыпанный этими ракушками. Поэтому следов шин или обуви тут найти уже не удастся, потому что с тех пор прошел дождь и поверхность грунта выровнялась. Чтобы точно определить, в какой точке злоумышленник мог войти в канаву с телами, полиция обращается к ботаническому экологу, профессору Патриции Уилтшера. Женщина довольно быстро находит это место, поскольку замечают участок, где растения крапивы прошли через так называемый коррекционный рост. Что это значит? Многие растения, если на них наступить или даже расплющить, способны довольно быстро восстановиться и продолжить жить. Но форма ростков, строение куста при этом, конечно, меняется. Эксперты, которые находятся рядом, аккуратно осматривают кустарники и тут же обнаруживают волос на одной из веток. В тот же день они проводят анализ и выясняют, что он на 100% принадлежит Джессике Чепмин. Также Патриция изучает место захоронения и опаленную одежду девочек. В канаве растут ольховые деревья и множество других растений, чьи семена она и обнаруживает в плотном плетении материала. Будучи засохшими, мелкими и довольно колючими, они попросту застряли между нитями в довольно большом количестве и Хантли не обратил на это внимания. Для него это просто соринки, а для биолога весомые улики. То есть на момент помещения в канаву Холли и Джессика были одеты. Потом он снял всех одежду и попытался уничтожить ее. К счастью, безуспешно, потому что эта ткань плохо горит сама по себе, плюс она действительно намокла. Сбор улик продолжается, но по сути доказательств уже достаточно, потому что элементы одежды теперь связаны с местом захоронения, а также сурная в котельной школы, где работает и Эн Хантли и образцами его волос в ней. Дополнительные проверки показывают, что автомобиль подозреваемого был так же тщательно очищен, как и его жилище. Он даже поменял шины. Про что он забыл, так это то, что шасси машины собрал на себя достаточно грязи из этой местности с очень характерной, напомню, почвой, которая, ну никак, не могла оказаться там случайно. Частицы грязи на ней имели тот же профиль, что и грунт в месте, где Хантли спрятал подруг. С 16 апреля 2003 года Иэн Хантли не признает себя виновным на слушаниях Волт Бейли. Так же поступает и Максим Карр. Это означает, что семьям жертв придется пережить полноценное рассмотрение дела в суде со всеми деталями во время заседания, которое назначают на 25 ноября. Иэн Хантли и Максим Карр стояли всего в метре, но едва признавали присутствие друг друга. Поскольку возможности полноценно попрощаться со своими детьми у родителей Холли Уэллс и Джессики Чепмен не было, они ведь даже взглянуть на них не могли или за руку подержать из-за высокой степени разложения, семья попросила СМИ и сообщества позволить им проститься с девочками тихо в кругу близких и родных. Наши воспоминания теперь разделены с сердцами нации, небольшие крупицы утешения. Теперь настало время расставаться. Мы никогда не забудем тебя, наша прекрасная роза из Сохома. Местные жители и журналисты отнеслись к данной просьбе с должным уважением. Они приносили цветы на место, где девочек видели в последний раз и позже почтили их память, посетив могилы Холли и Джессики, которых похоронили рядом друг с другом на кладбище в Сохами. Изначально адвокаты обвиняемого строят защиту вокруг его невменяемости. Однако, к счастью, детективы, если помните, очень быстро отправили его в больницу для обследования. И за месяц до суда в ноябре они получают исчерпывающее заключение о том, что Иэн совершенно здоровый психический человек и может быть осужден в случае признания его виновности. Для суда детективы и прокурор также готовят видеодоказательства. Иэн Хантли не подозревал, что за ним в тюрьме постоянно наблюдают. На записях отчетливо видно, что всякий раз, когда к Хантли приходят следователи, адвокаты и представители прокуратуры, он симулирует психическое заболевание. Трясется, пускает слюну и ведет себя неадекватно. В иное время он совершенно спокойно отдыхает в своей камере, ест, пьет, читает, играет в шахматы с другими заключенными и побеждает их в партиях, не выдавая ни малейших признаков, каких-либо нарушений. Также исследуется биография и криминальная история Иэна Хантли. Оказывается, что в Хамберсайде, где Иэн жил ранее, еще до переезда в Гримсбей и Сохом, он не единожды становился фигурантом расследований по обвинениям в связях с несовершеннолетними девушками, домогательством к молодым женщинам, грабежам и нападениям. Местная полиция даже составила на него файл, содержащий 12 таких случаев, и ни разу дело не дошло до суда. Порой просто не было доказательств, а в иных случаях правоохранители проявили по меньшей мере халатность. Я могу смело это утверждать, потому что впоследствии все эти люди лишатся своих должностей после детального расследования. Например, когда Хантли проживал вместе с 15-летней девушкой, его дом посещали полиция и социальные службы по наводке ее родителей. Но и Эн готовился к таким визитам. Его малолетняя возлюбленная сообщала офицерам и соцработникам, что да, они любят друг друга и живут вместе, но пока она так юна, ни о какой физической близости речи и идти не может. Мол, вот у нас отдельные комнаты, все в порядке. Что следовало сделать копам? Конечно, инициировать расследование, как минимум. Вместо этого они вернулись к обеспокойным родителям и сказали, что все там хорошо и нет никакого смысла забирать ребенка с силой домой, потому что из любви к Хантли ваша дочь все равно сбежит к нему. Как вам? Неплохо, да? Если говорить в целом о женщинах, с которыми Хантли жил в разное время, то по возрасту они варьировались от 15 до 24 лет. Психологи, которые исследовали его личность более детально, сошлись во мнении, что в юных девушках его привлекал вовсе не их возраст, а то, как легко он мог получить власть над разумом, телом и жизнью очередной возлюбленной, а по сути жертвы. Максим Карр, например, вступила с ним в отношения, будучи старше, после своих 20, но психологически она была таким же ребенком и смотрела на него, как на Бога. К слову, даже находясь в заключении, она писала ему любовные письма, и осознание происходящего пришло к ней только в преддверии приближения заседаний по ее делу. 25 ноября Иэн Хантли выступает в суде, и неожиданно он меняет свою версию. Обвиняемый признает, что девочки побывали в его доме и умерли там же, однако это произошло случайно. Следите за руками! Иэн Хантли говорит, что они попросились к нему, потому что у Холли Уэллс началось носовое кровотечение. Он впустил их и пошел проводить ванну. Но внезапно Иэн поскальзывается и нечаянно толкает Холли. Девочка падает в воду. Да, по его версии, ванна была наполнена после купания собаки. Мужчина паникует и бездействует, а юная Холли Уэллс в это время тонет. Джессика Чепмен якобы начинает кричать на Иэна Хантли, обвиняя его в том, что он намеренно толкнул ее подружку. Хантли пугается и пытается закрыть ей рот, но, по всей видимости, также перекрывает нос Чепмен своей ладонью. В результате чего несчастная задыхается и умирает. Прокуратура в ответ на это утверждает, что за несколько минут до встречи с девочками Хантли устроил бурную телефонную ссору с Кар, подозревая ее в измене. То есть, куда вероятнее, что он просто выплеснул свой гнев на Холли и Джессику, которые действительно могли подойти к нему сами, чтобы спросить о состоянии их любимого ассистента-учителя. А история про кровотечение — это всего лишь попытка Иэна Хантли повлиять на ситуацию и избежать пожизненного заключения. Присяждам потребовалось пять дней, чтобы вынести вердикт. Судья мистер Мозес Джастис объявил, что Иэн Хантли был признан виновным по пункту первому — смерти Джессики Чепман и Холли Уэллес. Опять же, большинством голосов одиннадцать к одному. Судья приговорил Иэна Хантли к двум пожизненным срокам и немедленно отправил его в тюрьму. Два года спустя наказание несколько видоизменили, определив для него минимальный срок, который он должен провести в тюрьме, до первой возможности прошения об условно-досрочном. Это сорок лет. Хантли на тот момент будет шестьдесят восемь. Только он знает, почему он поступил так с Джессикой и Холли. Возможно, однажды он проедет хотя бы малейшую человечность и объяснит, почему он сделал то, что сделал в тот ужасный день в августе прошлого года. Думаю, это была бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться. И, к сожалению, наши девочки оказались не в том месте и не в то время. Максим Карр признали виновной лишь в уже свидетельстве, не найдя доказательств ее причастности к смерти или захоронению жертв. Ее приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения. В мае 2004-го Карр была освобождена за примерное поведение и получила новую личность. Кто может забыть драматические сцены в зале суда номер один, когда Максим Карр, давая показания свидетельского блока, расплакалась во время допроса и сказала, указывая на Иэна Хантли через зал суда, «Я не буду обвинена за то, что это существо в этой коробке сделало со мной лист с этими детьми». Дом Хантли и Максим, где Холли Уэллс и Джессика Чепмен провели свои последние минуты, был снесен в 2004-м году. Министр внутренних дел инициировал расследование, призванное выяснить, каким образом человек с подобным прошлым смог устроиться на работу в школу, какие ошибки допустила полиция и, главное, что нужно сделать, дабы подобное никогда больше не повторилось. «Если нужны строгие вопросы, я буду их задавать». И я сказал, что если нужно критиковать, я не буду избегать критики, будь то в адрес отдельных лиц или организаций. Этот случай слишком важен, чтобы этого не сделать. Мы подробно изучили наше участие в этом деле. Я пришел к выводу, что были серьезные недостатки в высшем руководстве полиции Хандерсайда и что нынешний начальник полиции должен взять на себя как личную, так и корпоративную ответственность за то, что не выявил и не решил эти проблемы раньше». Как выяснилось, в полиции Хандерсайда просто удалили файл на Эна Хантли, когда не смогли привлечь его к ответственности и узнали, что его больше нет в городе. Предполагалось, что директор школы мог получить данную информацию, если бы сделал запрос и дело Хантли не удалили. Но и тут все оказалось не в порядке. руководитель учебного заведения не только пренебрег возможностью проверить личность нового сотрудника, но даже не звонил по контактам из его рекомендаций. Все виновные понесли наказание или потеряли свои должности. Министр внутренних дел добровольно подал в отставку. Но главное, спустя годы у британской полиции появилась общая база данных, благодаря чему никто теперь не может очистить свою биографию, просто сменив город проживания, как это сделал в свое время и Энн Хантли. Также создана база для руководителей учебных заведений, в которой находятся имена всех людей, которые по той или иной причине не должны быть допущены к работе с детьми. Что ж, на этом все. Берегите себя и своих близких, будьте добрыми и помните, безнаказанных не бывает. Субтитры создавал DimaTorzok